Всем привет, с вами Егор, мы в Скелетоне, и сегодня я расскажу о том, как выбрать BMX-раму, на что обращать внимание, на что обращать внимание стоит, но не так критично, в общем, чем отличаются рамы друг от друга, почему одни рамы дешевые, другие дорогие, обо всем будет в этом видео. Погнали! Буквально пару видео назад Колян рассказывал о том, на что влияет геометрия велосипеда, но то видео, ну такое, но более продвинутое что ли. Это видео для ребят, которые встали перед выбором первой рамы для BMX, ну и для тех, кто хочет освежить знания. Я расскажу не только про геометрию, но и вообще про то, чем рамы отличаются друг от друга. Если хотите супер дипдайв в геометрию, в углы, в то, как ширина покрышек влияет на катание, то посмотрите видос по ссылочке здесь. Если хотите чего-то попроще, то продолжайте смотреть вот тут. Привет! Начну рассказ о рамах, с материалов, из которых изготовлен BMX-раму. Если вы берете новую раму в магазине, она сделана из хромомолибдена с рез seven, 99,9%. Если вы берете раму на барахолке или ищете ее на ВИТО, то она сделана или из хайтена, или из смеси хромоля и хайтена. И хромомолибден, и хайтен это стали, но хромомолибденовая сталь с примесью хрома и молибдена, а хайтен это просто сталь. Ну, грубо говоря, не вдаваясь технически подробности. Главное отличие между хайтеном и хромолим это их вес. Ну, то есть понятно, что килограмм хайтена весит столько, сколько килограмм хромоли. Но для того, чтобы сделать одинаково прочные трубы, хай-тена потребуется больше. То есть трубы должны быть толще, чтобы выдерживать столько же, сколько тонкие трубы хромоля. Поэтому хромолевые рамы получаются легче. Хай-тен и хай-тен 10-20 это один и тот же материал. Хромоль хромолибден 41-30, японский хромолибден это по сути тоже один и тот же материал. Японский хромолибден это, как правило, трубы сделанные в Японии, которые открывают на фабрике и там уже сваривают в рамы. По сути, с точки зрения состава материала, они ничем не отличаются от обычного хромолибдена. Но эти трубы считаются более качественными, потому что на производстве таких труб более тщательно подходят к контролю производства. Ну то есть меньше дефектов, трубы получаются изящнее, тоньше и так далее. Если с материалами все более-менее понятно, берите себе хромоль и не думайте об этом. То с геометрией гораздо сложнее. Расскажу о ней. Если Коляна рассказывал про углы и про всякие серьезные штуки, там тангенсы, катангенсы, в общем страшные слова, я расскажу про более, ну, общие, скажем так, характеристики. Первое, чем отличаются рамы друг от друга, это, конечно же, ростовка. Это то, на что стоит обращать внимание в первую очередь, когда выбираете себе BMX-раму. Потому что если вы ошибетесь с выбором ростовки, то вы не получите удовольствия от катания, и на все остальные технологии вам будет уже, в общем-то, все равно. Ростовку стоит выбирать, как следует из слова ростовка, по росту. Чем вы выше, тем больше ростовка. Если вы невысокого роста взяли себе большую ростовку, то вам будет очень сложно выдергивать велосипед. Если вы высокий, взяли себе маленькую ростовку, вы будете биться коленями о вынос и о руль при барспинах, вам тоже не понравится. Выбор ростовки суперсубъективная штука. Кто-то хочет взять себе велосипед постабильнее и берет ростовку побольше, то есть база велосипеда увеличивается, велик ведет себя контрольнее в воздухе. Кто-то хочет велосипед более верткий и берет ростовку поменьше. Но средние характеристики для выбора ростовки следующие. Если вы ростом от 150 до 160 сантиметров, смотрите на ростовку 20 дюймов. От 160 до 170 – 25. От 170 до 180 – 20-75. И от 180 – 21 дюйм. Если вы находитесь на границе выбора вашего роста, например, 170, вы не знаете взять 20-75 или 25, то подумайте о следующем. С ростовкой 20-75 велик будет постабильнее, с ростовкой 25 велик будет крутиться порезче. Смотря что вам больше надо – далеко пролетать или резче закручивать. Выбор ростовки также зависит от стендовера, то есть высоты рамы, то есть длины подседленного штыря. Об этом Коляна рассказывает в видео. Посмотрите вот там, вот там вот более подробно, глубоко о том, что вот как у вас меняется рама, на что влияют углы. В первом приближении, если выбираете себе первую раму, знайте, что стоит выбрать ее в первую очередь по размеру под свой рост. Вторая с точки зрения по важности характеристики геометрии рамы – это длина нижних перьев. Обычно называют просто длиной перьев, но формально это нижние перья, потому что вот это вот верхние перья, и на их длину никто не смотрит. Нижние перья ранжируются в длине от 12,5 до 14 дюймов примерно. 12,5 дюймов приближает заднее колесо как можно ближе к центру, укорачивая базу велосипеда. Такой велосипед крутится очень легко. Длинные перья увеличивают базу велосипеда, и такой велосипед ведет себя гораздо стабильнее. Тут все примерно так же, как и с Ростовкой. Чем больше число, тем стабильнее велик. Чем меньше число, тем велик резче крутится. С перьями не все тоже так просто. Если вы высокий, то не стоит брать раму с ультракороткими перьями. Тоже берите перья с размером своему росту, потому что если вы 175 сантиметров и возьмете себе раму с перьями 12,5, вам, скорее всего, не понравится, она будет слишком резко, потому что у вас будет довольно большой рычаг из-за своего роста, а колесо, пододвинутое вплотную к каретке, не будет вам давать ощущение контроля. Поэтому, если вы высокий, то берите раму с перьями чуть-чуть подлиннее, если вы невысокий, то с перьями чуть-чуть покороче. Сейчас стандартные значения для перьев это где-то около 13 дюймов, короткие перья 12,5, например, на ILVX и культу шорт, а перья для всяких пролетов, ну, это какой-нибудь 13,5-13,75. Обратите внимание, что в характеристиках рамы длина перьев указана в фулл слэмд положении втулки, то есть втулка целиком задвинута в дропаута. Теоретически вы можете выдвинуть втулку чуть-чуть подальше, поставить еще одно дополнительное звездо на цепь, и рама будет чуть-чуть подлиннее, ну, перья рамы будут виртуально чуть-чуть длиннее, чем они есть на самом деле. Это тоже важно, это можно использовать. Если вы взяли себе короткую раму 12,5, поняли, что слишком резко, выдвинули колесо чуть-чуть подальше, оно у вас стало 12,6 примерно, 12,7, катаетесь в таком положении, рама становится чуть-чуть подлиннее. Обращаю внимание, все размеры BMX рамы измеряются в дюймах, а дюймов пока никто не уходит, пока мир МТБ не ворвался в BMX, и все обозначается в дюймах, так что, ну, просто привыкайте к цифрам в дюймах, их бессмысленно перейти в миллиметр, вас никто не поймет. И третья характеристика, на которую я рекомендую обратить внимание при выборе рамы, это угол рулевой трубы. Чем угол тупее, то есть чем он ближе к 90 градусам, тем переднее колесо подвигается ближе к каретке, тем проще велик заводить на наузмену, тем он менее стабильный и контрольный. Если вы приземляетесь с каких-нибудь огромных ступенек на супер тупом угле рулевой, вы при приземлении потеряете контроль скорее всего, потому что велик будет слишком резкий. Чем угол острее, тем дальше колесо уходит вперед, и тем стабильнее получается велосипед. Также важен стендовер рамы, кому-то удобнее кататься на низких. Рамы, как правило, низкие рамы берут в парк, у них стендовер, ну, около 8 дюймов. А высокие рамы берут в стрит, у них стендовер 9-9,5 дюймов. Стендовер, как я уже говорил, высота пятидельной трубы. Чем она выше, тем рама ощущается выше. Тут, опять-таки, на вкус и цвет. Пробуйте, разные универсальных ответов нет. Главное, на что стоит обращать внимание, это ростовка и длинна перьев, потому что если вы прогадаетесь с ними, то вам будет неудобно кататься. Если вы все-таки взяли раму, которая вам кажется слишком резкой или слишком стабильной, слишком короткой или слишком длинной, не обязательно сразу же менять раму. Если вы посмотрите видео, Коян рассказывает о том, что можно сделать для того, чтобы несколько изменить ощущение откатания на неподходящей вам раме. Кроме материалов и геометрии, рама отличается от технологий. Так, например, у меня в руках две хромолевых рамы, но одна с инвесказ-подковой, а другая без инвесказ-подковой. И это инвесказ-подкова. То есть подкова представляет в себя цельный элемент, который вваривается затем в раму, к нему привариваются трубы нижних перьев, и вот получается такая монолитная конструкция. Во-первых, это дает больше места для покрышки, во-вторых, рама получается совместимый со звездами с большим количеством зубьев. В-третьих, инвесказ-подкова в теории прочнее, чем стандартная подкова, потому что это цельный монолитный элемент. В раму с неинвесказ-подковой сложнее засовывать колеса с широкими покрышками, потому что вы не можете бесконечно увеличивать вот эту вот ширину, поскольку для сохранения жестких вам понадобится раздвигать трубы, и они начнут чиркать звезду. То есть вы идете на некий компромисс между размером звезды и размером покрышки. Да, на современные рамы с неинвесказ-дропаутами тоже встают широкие покрышки, но это делается сложнее и на всех рамах, и это довольно дорого, и впрочем, если такие рамы тоже несколько терять, потому что им нужно делать вот такую вот широкую задетую подкову, что с кучей сварки, ну, не очень прикольно. Поэтому, если есть возможность, лучше брать раму с инвесказ-подковой, а не без нее. Дропауты тоже бывают инвесказ. Это когда сварный шов переносится с самого дропаута на трубу. Вот на раме Бойда Хилдера очень хорошо видны вот эти вот швы по периметру обваренные. То есть дропаут отливается в формочке, потом вставляется в перья, потом по кругу обваривается. Из-за этого швы уходят с нагруженных мест вот сюда вот на трубу, и такая рама дольше живет. Швы бывают по-разному заполированы. Вот здесь вот, например, их видно, а на культе с инвесказ-дропаутами швов вообще не видно. Чтобы было более наглядно, инвесказ-дропауты, не инвесказ-дропауты. Шов выведен наружу, обварен по кругу, дропауты приварены к самой раме, вот тут вот отдельные швы. Такая система надежнее, чем такая система, но, соответственно, дороже. Кроме того, бывают инвесказ и не инвесказ-зажимы. Вот здесь вот инвесказ-зажимы, это такая цельная штука приваренная. А здесь не инвесказ, приваренные две такие писюльки, в которые вкручиваются болтик для того, чтобы затонуть трубу. Инвесказ надежнее и дороже. Идем дальше. Сами трубы. Сами трубы тоже могут отличаться. Бывают трубы с баттингом. Это когда труба меняет толщину профиля. Ну, то есть, внешняя труба выглядит точно такой же, но сама толщина трубы меняется. В нагруженных местах она потолще, в ненагруженных она потоньше. Также трубы бывают конические, когда они меняют свою толщину. Ну, например, сверху труба потолще, а снизу, ближе к ретке, труба потоньше. Также конические трубы бывают и верхние, и нижние. В общем, трубы бывают разные. У них бывает баттинг и бывает коническая форма самой трубы. Также бывают овальные трубы. Вот, например, на раме федерал прям офигеть, какая овальная труба. ты ее берешь в руку и чувствуешь, что она прям овальная-овальная. Если вы много гриндите, то помать вмятину на нижней трубе гораздо легче, если труба круглая, чем когда она овальная. Поэтому для фанатов гриндов лучше брать рамы с овальными нижними трубами. А это как с яйцем, в пасху. Лучше круглые, чем овальные? Ты можешь более круглой частью вдарить по яйцу и разобьешь свое яйцо, а можешь более острые части. Тема, который сейчас все это снимает, вообще разложил по полкам и сравнил это с яйцем на пасху. Если вы бьете кругленькой стороной яичка друг от друга, то кругленькая разобьется более вероятно, чем острая. А вот тут вот точно так же. Теперь живите с этим. Теперь думайте о яйцах, когда я показываю вам рамы. Косынки или наварки, или усиление рам. На стритовых рамах, как правило, есть косынки. Это вот такие вот штуковины. Тут вот на верхней трубе и на нижней трубе. Они служат для того, чтобы рама дольше жила и лучше выдерживала нагрузки. Для примера, вот парковая рама Криптик, у которой нет верхней косынки, потому что рама для парка, там нет таких жестких нагрузок. Но снизу косынку оставили. Чем у вас больше наварка косынок, тем, естественно, тяжелее рама. Также существуют внутренние косынки. Это когда косынка не снаружи вот тут вот приварена, а внутри трубы мощное утолщение, за счет чего нагрузка равномерно распределяется, и такая рама тоже живет дольше. Но я за классику, я за внешние косынки, потому что ты точно знаешь, что они там есть, и рама будет жить дольше. Когда я говорю, что на парковой раме меньше нагрузка, я не о том, когда вы криво катаетесь в парке и крушите все подряд, а о райдерах, которые четко долетают, вкатывают и все такое. У таких райдеров нагрузка на раму действительно меньше, чем у стритонов, которые прыгают с один ступени куда-нибудь в бесконечности. Если вы коряво катаетесь в парке, то лучше берите раму с косынками, потому что в парке тоже можно мастерски не долететь, вломиться во что-нибудь передним крыльцом, и раму можно треснуть вот здесь. Если вы уверенный парковый райдер, то можете смело сэкономить несколько граммов и взять раму без косынок. Также рамы отличаются возможностью установки тормозов. Есть рамы, на которые можно поставить брейк-маунты, есть рамы, на которые нельзя поставить брейк-маунты, и на фулл-брейк-лист рамах нет вот этих вот отверстий, за счет чего рама выглядит лучше, но вы никогда не сможете поставить в нее тормоз. Также некоторые рамы используют технологии гидроформинга, когда придание формы определенной трубе осуществляется за счет прокачивания через нее жидкости. Например, WTP Doom Sair с вот этим монструозным косынками спереди делается с помощью гидроформинга. Стандарты. Моя любимая часть BMX, потому что здесь все стандартно. Одинаковые интегрированные рулевые, одинаковые диаметры штырей, одинаковые размеры втулок 14 на 110 мм. Разница есть лишь в каретках, но она довольно-таки несущественна. Все рамы, продающиеся у нас в магазине, подставляются с мид-кареткой. Также на рынке существует еще Spanish-каретка. Она уже, и подшипники в ней меньше Spanish придумали в компании Flybikes, но даже сами Flybikes отошли от Spanish-каретки в пользу стандартной мид-каретки. Есть каретки-американки. На них рамы не продаются, они ставятся только на дешевые комплиты. У американок подшипники не внутри кареточного узла, а снаружи. Такая конструкция менее надежная и более тяжелая. С проявлевости радио еще скажу про рулевые. Есть неинтегрированные рулевые, но на рамах продающихся в розницу такое не встречается никогда. Это встречается на комплитах для начинающих. Там не вот такие вот чашки, а там просто ровная труба, а чашки снаружи. Такая конструкция менее надежная, потому что подшипники больше подвержены внешним воздействиям. Одинаковый стандарт – это очень здорово, потому что вам не нужно забивать голову тем, чтобы подобрать совместимые чашки рулевой, подумать о том, какая вас каретка, выпрессовать одно, запрессовать другое. Если у вас старый велик на автомаркет-раме купленный отдельно, вы просто покупаете новую раму и все прикидете на велосипед целиком, не думая ни о чем. Кроме того, о чем я рассказал, бывают всякие нестандартные ущерения, типа поработки тросов на рамах Total, странные формы с башгардом у рамы United Caveman. В общем, некоторые производители пытаются сделать что-то новое, но такие решения не очень успешно проживаются. Все-таки BMX рынок довольно ригидный, и он не подвержен таким резким изменениям, как, например, тот же MTB, когда все, вели новый стандарт, выкидываете все, покупаете заново. Кроме материалов и технологий изготовления вместе с геометрией, рамы также могут отличаться цветами. Ну, очевидно, что рамы могут отличаться цветами, но иногда цвет влияет на стоимость рамы. То есть одна и та же рама с одинаковой геометрией, с одинаковым всем, но в разных цветах, может быть по-разному. В частности, это отвечает на вопрос, почему одни рамы дешевле, а другие рамы дороже. Кстати, для понимания, если вы считаете, что рамы в магазине Скелетон слишком дорогие, зайдите на Кунцфорум, зайдите на SourceBMX, смотрите, сколько стоит рамы там, переведите их в наш курс и офигеете. Доброе, как Леха, а он заплатил 37 тысяч за раму Fly. Ну, заплатил за него 50, чтобы сюда привезти. Пишите в комментариях, понравился ли вам видос, узнали ли вы что-то для себя новое, было ли вам полезно, а также расскажите, стоит ли нам продолжать снимать обучалки про различные части велосипеда и помощь в их выборе. Всех люблю, целую, пока.